Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Власти ответили на призыв дальнобойщиков о приостановлении взымания платы за проезд по федеральным трассам в связи с коронавирусом. Как информирует Автоньюз, чиновникам идея не понравилась. Мол, Платон нормально функционирует, нечего его тормозить. Взамен правительство продлило на один квартал срок службы бортовых устройств, с помощью которых проезд оплачивается. Сейчас это 2 рубля 20 копеек за километр. Трасса 101 ГИБДД предлагает утвердить новый порядок обращения с автомобилями, которые принадлежат людям, отошедшим в мир иной. В госавтоинспекции считают, что регистрацию таких авто надо аннулировать. Получать информацию о том, жив человек или нет, полицейские хотят от налоговиков. Те, в свою очередь, непонятно от кого. По идее, их надо увязать с органами ЗАГС. Регистрация машины будет восстановлена, если родственники покойного предъявят документы о наследстве. Ого! У российских чиновников возникла мысль финансово поощрять покупателей электромобилей, как это давно делается на Западе. Речь идет о скидке в 25%. Идею высказало Министерство промышленности и торговли. Еще ведомство предложило изменить параметры госпрограмм, по которым можно обзавестись новой машиной. К примеру, в программу семейные автомобили могут включить семьи с одним ребенком, а не с двумя и более. А лимит стоимости авто увеличить с одного до полутора миллионов рублей. ТРАССА 101 Некоторые отечественные компании заявили желание разработать автомобиль для дезинфекции городских улиц. Машина будет оснащена автопилотом. Второй вариант – дистанционное управление. Но в любом случае смысл один – передвигаться по мегаполису и опрыскивать все, что попадается на пути антисептиком. Сообщается, что такой транспорт может появиться уже в ближайшие месяцы. Эх, раньше надо было думать. Лето на носу, а пресловутый вирус гибнет от тепла и солнца. ТРАССА 101 Вы не по своей вине попали в аварию и в рамках ОСАГО направляетесь на ремонт в конкретную автомастерскую. Однако там выясняется, что денег на качественное восстановление машины может не хватить. Дальнейшее развитие событий пояснит руководитель Кировского регионального экспертно-оценочного центра Юрий Чопоров. В данном случае ремонтная организация будет пытаться вписаться в эти деньги, но, как правило, устанавливают либо детали бэушные, либо детали неоригинальные. В случае, если они захотят или предложат вам установить оригинальные детали, тогда, как правило, они предлагают вам доплатить определенную сумму за эти оригинальные детали. Если вы не согласны с доплатой, то в данном случае можете разницу взыскать уже непосредственно с самого виновника. Как это все сделать, за разъяснениями, можете обратиться в нашу организацию Кировский региональный экспертно-оценочный центр. Орловская, 52, телефон 64-5004. Сайт Кроссру. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова. До свидания.